мое сообщение называется об одной старой ошибки математики и хоть здесь очень чем он все все говорят о физике я должен сказать что физика родилась из математики но не из той математики который вот ну все привыкли считать вычислительной математики она родилась из геометрии ну просто в двух словах геометрия во первых на основах правил построения геометрии строится вся физика соединение прямыми линиями лучами между излучателем и приемником во вторых вот если обнимательно обратить внимание все то что мы видим мы стремимся но прежде всего нарисовать но вот процессе подготовки к этой краю значит к докладу но я подготовил два доклада которые исходят из разных периодически из разных азов но первичные посыла но последние события которые произошли в мире это частности который я хочу осветить это авария самолету суперджет 100 она поставила вопрос о том от чего это произошло и вот возникла вторая половина этого доклада возможно причиной авария самолета суперджет 100 и она является причина причиной и является наши старые ошибки математики это вообще говоря парадоксально причем тут математикой причем тут суперджет 100 вот ну ответить на первый вопрос в связи с этим я его перестроил свой доклад я отвечу очень кратко ошибкой математики является то что мир наш мир построен на дуальности и парности по этому вопросу блестящая книжка есть у петрова николай васильевич вот живой живой космос она вот у него тут имеется книга блестяще объяснила связь роль парности и дуальности в создании живого и в создании как бы я сказал пожалуй ради технического объяснения при происходящих процессов мире но она ну так сказать все объяснить нельзя в одной книге это естественно но она поставила вопрос о том что если мир построен по парности то и система которая может его объяснить должна строиться на тех же принципах и вот если вы обратили внимание все предыдущие доклады вот в сумме все первые половины все ставили два вопроса первый вопрос который ставили этот метод относительности что все относительно и второй вопрос о достоверности вот достоверно ли то что мы получаем вот где как доказать и как природа это делает доказать достоверность и вот этому вопросу я больше всего я попрощу внимание буду отвечать вначале на причины аварии но это такая физика биологическая причина и вот на нее я попробую ответить безопасность движения объектов пространстве в условиях ограниченного использования ограниченного использования зрения обеспечить техническими средствами качество измерения расстояния техническими средствами в конце двадцатого века наиболее точно определил международный комитет вер и весов обе наградив его термином неопределенность вот если кто знает эти вопросы то правда это конечно перевод с английского достаточно серьезный удар по вопросу о том что мы измеряем расстояние с неопределенностью практически это процесс похож на то что мы пишем на изделиях там на чертежах пишем там размер 10 сантиметров плюс или миллиметров плюс минус там 0102 но термин неопределенность при при проведении косвенных измерений это уже удар так скажем поэтому оценка от от это оценка относится ко всем косвенным измерениям линейных размеров и расстояний точность оценки которых нельзя проверить прямыми измерениями но в авиации на флоте неопределенность оценки расстояния до объекта с помощью технических средств приводит к авариям и вот одна из при и одна из таких аварий это супер жид 100 а причина этих событий при этом нужно учитывать что причины событий вот когда современный соболёт оборудован лучшими образцами технических средств обеспечены измерение расстояния с точностью до долей метра ведомые летчиками асами поворачивает на стену остается непонятными но при этом я должен сказать таких аварий уже около пяти две две таких аварии были во вьетнаме аналогичных когда летчики асы наши чижи там стрижи и ну вот но они там разные варианты следом друг за другом 2 по моему чижа разбились точно в такие же ситуации и теперь вот такое событие вот здесь поэтому вопрос о том о причине этих событий но если кто слышал радио и от сама остались как и не не понятыми никто не понял в чем причина этого попытаемся разъяснить этот вопрос их источник заключен в наших геометрических модельных представлениях которые проверены и точны при прямых измерениях и они абсолютно точные но при выполнении косвенных измерений то есть измерения на расстоянии носят вероятностный характер и вот это косвенные измерения если они не гарантируются условиями достоверности могут быть неопределенными то есть вот так и такими такая неопределенность которая имела место отметить физи основные физико геометрические причины ошибок при выполнении косвенных измерений в общепринятой модели процесса отображения измерения расстояния до объекта все косвенные измерения выполняется при использовании метода центрального проектирования а его особенности не учитывают аналитическое описание метода центрального проектирования можно выполнить только в парной проективной геометрии эталонным наших знаний в окружающем пространстве является наше зрение даже достоверность определение бозона хиггса по крайней мере для всех показывали по телевизору . мы показывали в момент суду и сударения то есть чтобы доказать что это событие имело место зрение построена по законам природы на принципах дуальности и относимости использует метод центрального проектирования и парную проективную систему координат а который вот у меня было там доклад с 20 2008 года я также мои доклады помещены материалах конгресса поэтому рассмотрим процессы наших зрительных измерений измерений и измерений технических средств указанных позиций то есть позиции дуальности относимости центрального проектирования прежде но прежде всего рассмотрим что такое достоверность и что это такое вот зрение как наш главный источник информации вы тут видите обладает это эталон достоверности и точности информации для всех научных дисциплин чтобы мы не делали и бозон хиггса проверяется только таким образом но одновременно математика также провозгласила это написано во всех энциклопедиях что все исследуемые размеры и формы абсолютно точны то есть достоверны свойства зрения которые написаны вы можете прочитать но прежде всего мы видим не сам объект а его плоскостное отображение на нашем ну в нашем плоскости нашего глаза при этом мы видим при этом как мы видим двумя глазами и наше два плоскостных отображения превращаются в стеле отображения который это эффект это общее известен поэтому достоверность начинается с достоверности плоскостного отображения. Достоверность плоскостного отображения при параллельном проектировании достигается при выполнении... Достигается на дальнем плакате, на дальнем рисунке, достигается при очень прессовых условиях. При равенстве масштаба отображения по одной и другой оси. Но это всем общеизвестный факт. Но зрение использует центральное проектирование. Вот центральное проектирование, оказывается, дает не всегда достоверное отображение. И этим, я еще раз подчеркиваю, этим полимся мы все время. 99 даже процентов того, что мы видим, мы видим с помощью нашего зрения на расстоянии. И все физические измерения производятся на расстоянии. А этого никто не учитывает. Сами правила преобразования формы остаются неизменными. Они заключаются в соединении прямой линии граничных точек объекта и измерителя. Но объект и измеритель имеют конечные размеры. Это принципиальный вопрос. При этом и объект и измеритель имеют конечные размеры. И поэтому из каждой точки, граничной точкой, выходят два луча. Один перекрестный, другой односторонний. Мне нечем показать, нет этого самого. И это... Ну, и поэтому они, эти два луча, обязательно пересекаются в двух точках. И образуют как бы фокусы. Вот объект. Вот это ось. И, ну, тут оси в разных положениях. Значит, при перекрестном, значит, идут два луча. Один может идти вот так, а второй вот... Ну, а тут не показано пересечения. Тут показано, как проектируется через фокусы, как проектируется объект на ось. Тут показан самый элементарный процесс. В этом случае, ну, тут специально для простоты, все разделено на две части. Это меры. Это меры деления. И как мера, вот в этом случае, когда ось, относительно, на которую проектируется, ось наблюдения направлена четко на объект, здесь все происходит пропорционально. То есть мы получаем, прежде всего, достоверное отображение. Но стоит только ось немножко повернуть, то есть вот эта ось наблюдения не припетикулярна оси наблюдений. Вот эти пропорции не соблюдаются. Пропорции соблюдаются только в том случае, вот если вот на эту ось, ось наблюдения направлена перпендикулярно, тогда соблюдаются пропорции, которые показаны вот в этой нижней части. Но при этом, если для параллельного проектирования мы видим выполнение тока равенства масштабов по двум осям, опять вот обращайте внимание, вот то, что я говорю, все время по двум, все будет по двум, жизнь строится только по двум. И тогда можно сравнить вот этих два масштаба и сказать, правильно ли мы получили отображение при параллельном проектировании. Я говорю, просто при параллельном, это тривиальные вещи. Здесь имеется два закона. Один закон сохранение масштаба, масштаб постоянный, и второе масштаб преобразования цены деления. Я здесь, конечно, не вожу эти формулы, потому что вы все равно это не поймете. Это очень просто все. Это элементарная геометрия. Никаких тут высших математик нет. И это условие является условием того, чтобы вот этот объект достоверно отобразился на любой оси, направленной произвольно, но ось наблюдения от этой оси должен быть перминкулярна. Вот это главное условие. Но тут выполняется еще второе условие для этого. Я опять еще раз подчеркну, второе везде и всюду двойка. Два. Вот если мы имеем два на такой базе, то мы видим отображение главной стороны, главного размера, вот размера стороны А. А если мы будем, ну, положим, ну, любой вот этот, ну, с этими из двух, любой, вот будет третий глаз, то третий глаз видит не сторону А, а сторону С. И поэтому это второе условие достоверности информации. То есть мы должны не только выполнить эти два условия, а вот этот коэффициент, это является разрешающей способностью, разрешающей способностью, которая в настоящее время давит у вас телефоны эти самые с разрешающей способностью, я не говорю, вся информация сейчас идет с разрешающей способностью. А разрешающая способность, это есть технический параметр в настоящее время, который, что это такое, даже никто точно, аналитически не знает. То есть это физически определено, определение это о том, что если два объекта, чтобы можно было различить условия, чтобы можно было различить два объекта. Вот это второе условие, при этом выполнении этих двух условий, это всегда будет выполнение разрешения, то есть увидеть мы можем те детали, которые нам нужны. Так. Таким образом, вот разрешающая способность гимметрически является характеристикой центрального проектирования, ах, то есть является обязательной характеристикой любых измерений, любых. Потому что я еще раз подчеркиваю, все мы измеряем на расстоянии. И никаких тут поблажек нет. Вот. Ну а точно как это все обеспечивает, обеспечивается за счет этих двух вещей. Это вот положение тут про одну ось сказано. Ну, конечно, вот это положение про одну ось, это относится и к другой оси. То есть вы вот, когда вы наблюдаете меня, вы перед собой ничего не видите. Ну, я говорю, что я вот один тут. Ничего не видите в пространстве между мной и вами. А видите только меня в плоскости вот на это отображение. Но. Измеряете вы все то уменьшенным размерем. Вы видите меня в уменьшенном размере в зависимости от расстояния. И проецируете на своих глазах. Но все измерения, все вычисления строятся на основе построения в пространстве вот этих линий. И это вот мы покажем дальше. Значит, после того, как вот эти два отображения получились в каждом глазу, для того, чтобы доказать их... Ой, я назад не могу вернуться. А, сейчас есть назад. Извините. Да, что-то куда-то идешь. Ай, не туда идет, гад. Извините, 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 извините. Да не хочет он идти назад. А, вот, есть, пошел. Вот, для того, чтобы сказать, что это достоверно, что вот достоверно мы видим точно, вот объект, вот который этот, он должен, он при проектировании, вот этих два отображения должны быть одинаковы. И вот это является условием того, что получаемое нами отображение каждым глазом является достоверным. После этого мы в голове принимаем решение и передается информация, которая есть, передается на нашу матрицу. После этого происходит измерение вот этого объекта. Ну-ка, естественно, по горизонту и по высоте. Измерение вот этого объекта в пикселях. Пиксель имеет конкретный размер каждого, у каждого из нас и каждый имеет пиксель. И поэтому каждый... Это уже является дискретным измерением. И поэтому мы переходим вот к следующему. Ой, опять, черно, что такое? Ой. А, вот так. Извините, пожалуйста. Мы переходим к измерению в пикселях. Вот. Теперь посмотрим, что мы измеряем. На первом, при параллельном проектировании, расстояние до объекта измеряется в проекциях. Сам размер объекта измеряется в соответствующих проекциях. Что мы имеем при центральном проектировании? Центральное проектирование измеряет сразу расстояние до объекта и сам объект. Мы имеем два глаза, которые могут... Имеется две формы построения глаз. Продольная и поперечная. Мы работаем в поперечной, но когда закрывается один глаз, мы работаем в продольной. Красное неизвестное Три неизвестных Вот эти параметры мы можем измерить И эти параметры нам известны Мы можем измерить Два уравнения, два неизвестных Легко решается Но решение происходит Вот для этого случая Вот по этой формуле Где база Вот это наша база Вот эта база наша Является опорой Относительно которой мы все измеряем И точно вычисляем Вот это то, что является Коренным измерением того Как мы подходим К физике и к математике При этом внизу Полная относительность Это частное и деление Это больше этого положим И в столько раз Ну вычислить Значит по размер длину Можно вот таким образом Вот когда мы имеем Вот таких два глаза Точно наше привычное зрение Мы можем измерить Здесь формулу приведены Несколько другими Но тоже опирается на базу Но измерять тут предлагается Ну это специфика А и Б Вот целиком Вот точно одна проекция И вторая проекция И вот так очень просто Линейно решается все Спрашивается Может ли это свести к этому Можно Только в одном случае Когда точно смотрит Вот это вот на объект Вот стоит немножко Вот даже немножко Вот смотреть вот сюда Вот этой оси И мы поехали В вероятность Вот И вот это явление А уж что мы считаем И уже после этого А считаем Немножко вот Это я немножко дальше расскажу Но это положение Относится Естественно Как к вертикальной Так к горизонтальной строке Так Так Я не перестал Вот Ну теперь мы перейдем К тому что При выполнении измерений Техническими средствами При выполнении измерений Техническими средствами Здесь показан Я прямо буду говорить Самолет Который имеет радиолокационные Средства Угол обзора Что Какая система Работает Значит При попадании В облачность Естественно Глаза не работают Если Знаете Значит Это объявлялось Радиолока Это Спутника У нас нет карт В России Нет карт На Индонезию Поэтому Спутниковая навигация Грубо говоря Работает очень плохо В смысле Само Само прием есть Но нету карты Ты не знаешь Где ты Относительно этой горы Поэтому Летчик Прекрасно Миллионы раз Использующий Достойнейшую Прекрасную Радиолокационную Систему В которой он Сажался Слепую И задом Наперед Пользуется Пользуется Радиолокационной Системой Что он Видит Сигнал Который Ну например Вот тут есть Какой-то Маленький Объект Который Сигнал Радиолокации Скользит По горе Это очень Часто бывает К сожалению Вот Он Имеет Ну маленький Какой-то всплеск Который На уровне Шума В В облаке Это Типичное Явление Естественно Маленький Сигнал От уровня Шума Не воспринимается Если у меня Закрой У меня Закрой Вот этот Загорелся Закрой Выключи Это На уровне Шума И поэтому Летчик Имея желание Обернуть Гору И сесть У него Тут где-то Посадка Естественно Доверяет Радиолокации И Зачем ему Лететь Вперед Когда он Там Ничего Не знает Он Поворачивает И Не имея сигнала Везде Он Естественно Поворачивает При этом Сейчас В настоящее Время В связи с тем Что опирается На скорость На абсолютную Скорость Распространения Луча Сигналы Которые Приходят Это Сигналы От разных Объектов Полученные В разное Время С разных Положений Поэтому Сравнивать Совершенно Ни с чем Никакой Достоверности Говорить Не о чем Ну Известно Устройство Которое Используется Радиолокационное Устройство Для Измерения Земли Параметров Объектов На Земле Это Интерферационные Измерители Они широко Используют На Земле Но Эти Радиолокационные Устройства Они сложны В использовании Ну Они Труднее Используются Вы прекрасно Знаете Это Стероскопический Метод Измерения По углу Паралактического Углу То есть Не паралактического Углу Да По углу Между Двумя Лучами В этом Случае Сигнал От Случайного Объекта Мы получаем Два Сигнала Которые Могут Должны Быть Должны Находиться На Ну Мы Можем Увидеть И в этом Случае Мы можем Сравнить Их Если Луч Вот такой Скользящий То Из-за Мало Вот этого Угла Сигналы Придут Ну Они приходят Одновременно Но Они придут Ну Может По разной Амплитуде Разной Протяженности Для этого Необходимо Просто Повернуть Приемную Антенну Не излучающую А приемную Антенну Повернуть Для получения Одинаковых Сигналов После этого Как только Получили Одинаковый Сигнал Мы говорим Что этот Сигнал Достоверен И после Этого Мы можем Спокойно Поворачивать Туда Если мы В данном Случае Повернем Мы увидим Тот объект На котором Расположен Это сигнал Это сигнал Который На этом Я Таким образом Выводы О причине Аварии Савмолета Супер Только тогда Когда используют Технические Принципы Измерений Парности И относимости Вот Относимость Или Относитель Я назвал Принцип Относимости Только для Того Чтобы Отличить Его От Принцип Относительности От принципа Правда От Галилея Я не ухожу Но От принципа Относительности Эйнштейна Принцип Относительности Общей Относительности Был И показан Ранее Ну Вот Второй Пункт Это Вы прочли А вот Третий Пункт Который Я освещу Немножко Дальше Довольно Быстро И Поэтому Завершить Все измерения В природе Выполняются При использовании Центрального Проектирования А все Явления Природы Отражаются Правильным Центрального Проектирования В парной Проективной Системе Координат Чего мы Не делаем Ну Вот Вы сейчас Увидите Что и почему Синий Объект Это То Что Принципы Дуальности Которые В природе Я не взял Всех Принцип Вот Это Может Было Это Тут Будет Вы Сейчас Будете Читать Это Вот Показано Вот Они Значит На Синем Фоне И Принципы Математические Парности Которые Которые Основные Как я Посчитал Можно Еще Другие Вниже Ну Вы Видите Какое-то Несовпадение У них Конечно Они Есть И вот Почему Вы Наверное Вот На какой-то Степени Сами Себе Ответите Я потому Что Время Перебираю Отсюда Вытекает Противоречие Математике С природой Что написано Сверху Зеленым Светом С гносеологией С гносеологией Имеется Основной Закон Гносеологии От Единственной Части И целого Который Который Должит Характеризоваться Одинаковым Параметром Но К сожалению В настоящее Время Совершенно Нигде Не Выполняется Хотя бы Начнем С того Что Точка Прямая И плоскость Совершенно Разные Параметры Сейчас В настоящее Время Измерением Это Действительно Один Тот же Параметр Это Площадь Все Есть Площадь И законами Математики Которые Тоже Нарушаются Нарушаются Услови Обеспечения Достоверности Информации Которые Но Это Положим Неизвестно А Второй Закон Это Нарушается Правило О мерности Физического Пространства Определенной Теоремы Фирма Это Мерность 2 Поехали Дальше Правило Построений То о чем я Докладывал Но Вот Здесь Сверху Нарисована Камера Обскура Чтоб не спорить Не спорить С оптиками Вот Идут Вот объект Наблюдения В камере Обскура Известно Это устройство Которое Обеспечивает Объемное Видение Большого Пространства И Встроится Формально Тут Два Отображения Которые В связи с тем Что Это Составляет 1,1 Миллиметра Даже Тоньше Но Они Сливаются Имеется Два Фокуса Все Есть Снижу Показано Вычисление Притом Прямое Обратное Выходит Абсолютно Точно Без Всяких Докарминеров Без Всяких Трудностей И Используется Правило Внизу Правило Общей Относительности Внизу Показан Практический Пример Измерения Объекта Любой И Любой Вот Он Тут Трудно Развлечить Но Приходится Тут Действительно Сложно Потому что Мы привыкли К одному Центру Тут Два Центра И у Каждого И приходится В этих лучей Вроде как Много Но Образуется Два Фокуса Всего Лишь Два Фокуса Вот И Вычисление Вот По этим Формулам А фокусам Можно Вычислить Вот Исходя Из этого Получить Вот Где они Расположены То есть Все Есть Что Нужно Теперь Как Это Вот Мы Получаем Вот Объект Измеритель У него Он Характеризуется Базой И Характеризуется Шириной Измерители Вот Расположены Сами Точные Расположены По краям Наблюдаемый Объект Ну Можно Сказать Что это Вектор Пространственный Вектор Но Они Совершенно По другому Влияют Вот Это Центральный Это Суммарный Вектор То что Мы Наблюдаем А Вот Один Синий Вектор Он Черный Вектор Расправлен Если Забители В разные Стороны В одном Случае Вот Сюда Направлен В другую С другой И вот Результатом Получается Вот Такое Отображение Все Что Нужно Написано Здесь Сверху Самое Главное Потрясающее То что Все эти Измерения Подчиняются Закону Золотого Сечения Но Действовать Надо Не Тем Чем Мы Действуем Не Измерением Линейным А Измерением Площадей Вот Они Подчиняются Правилам Золотого Сечения Притом Абсолютно Точно Получается Я Астрономии Совершенно Не знаю Но Для Земли Получается Абсолютно Точно Как будто Как будто Я Это Самое Это Я Умею Делать Ну На Этом Извините Что Я Перебрал Время Спасибо За Внимание Глеб Я Я Занят Я Попозже Позвоню На Сегодняшний День Приборы Есть Которые Учитывают Ваши Значит Я Отвечу Приборов Значит Приборы Есть Вопрос Упирается В две Вещи Первая Значит Ну Например Я Так В том Чем Я Занимаюсь Я занимаюсь Магнитометрией И Измерением Вообще Мы Все Мы Измеряем Не Так Сами Параметры Мы Измеряем Всегда Градиенты И Измерение Градиентометра Морские Магнитные И Вообще Это Широко Распространенные Явления Вот Но Сам Математический Аппарат И Само Разделение Вот Видеть Вот Этих Два Врось Смотреть Вот Врось Смотреть Вот Этих Два Отображения Которые Получаются Не делают Вот Почему Не делают А вот Это Не могу Понять Хотя Как Только Это Я Делаю Вот У Я Получаю Все Размеры Объектов Все Расстояние До Них Размеры Но Понимаете Тоже Магнит Она решается При визуальном Наблюдении Если Например Идет Какая-то Помеха Как Туман Например Облачность И так далее То есть Там же Другие Должны Радары Нет Нет Значит Отвечу Вам Так Вот Радиолокация Вот Ну Я Вам Только Что Показал Это Ж Имеется Прибор Уже Имеется Уже Прибор Он Снимает Просто Землю Вот Сверху Аэрофотосъемкой Занимается Снимается Земля Но Они Используют Другую Математику И Для того Чтобы Что-то Померить Они Используют Ну Увидят Дом Ну Положим Пятиэтажный И вот Они После Этого Эти Десять Метров Которые Получились У меня Вот При косом Взгляде Они Несут На все Другие Дома Или Там В пространстве Несут Чтобы Получить То Что им Нужно Но Они Ошибаются Потому Что Нужно Доказать Вот Достоверность А Достоверность Не Смотрят Поэтому Иногда Это Правильно А Иногда Ложь И Как Только В Арофотосъемке Как только Начинаются Большие Уклоны Земли На ровной Площадке Работают Прекрасно Почти Почти Идеально Вот Как только Начинаются Уклоны Все Разваливается Там же Перекрытие Снимка Всегда И они Когда Смотрят Двумерно Ну так Двумерно Ну Вот Они Двумерно На склоне Неправильный Взгляд Перекрытие Они Ну В общем Они тоже Начинают Вот это Они Начинают Сгонять Но Им Нужна Обязательно Опора В этом Случае Никакой Опоры Не Надо Опора Сама Есть Вы Носите У себя В глазах Вот Ваша Опора Вот И Носите Этот Если Два Фотоаппарата Поставить Ну Естественно Поставить Вместе На одной Базе Эту Базу Мерить Это Всегда Будет Абсолютно Точно Но Нужно Смотреть Этой Базой Вот Так А Вот Все Ну Что для Учить Надо Желание Единственное Что Желание А у Нас Сейчас Есть Желание Получать Деньги Вот А Для того Чтобы Это Это Нужно Делать Это Нужно Ну Вот С этой Базой Это Нужно Все Это Очень Просто Это Нужно Создать Систему Которая На Самолете Может Поворачиваться Но Это Нужна Систем Это Деньги А Лучше Купить У американцев Этот Самый Там Проверенный Там И летать Прямо И уравнивать После получения Информации Что-то Там С двух Перекрывающихся Снимков Это тоже Запросто Делается Но Еще раз Я говорю Достоверности Полученной Информации Это Правильно Сделала Международная Организация Меры Весов Состав Словом Неопределенность Но Это Позор Науки Это Мое Такое Мере А Ваши Разработки При Суперджек При Разработках Новых Пригоров Они Сейчас Не Используются Ничего Вы Вы Знаете Вот Сейчас Ничего Не Используется Вообще Ничего Вот Потому Что Никому Ничего Не Нужно У Меня И Патенты И Все Что Хочешь И Мне Даже За Границей Предлагали Но Я Пока Не Хочу Пока Не Хочу Не Потому Что Не Хочу В городе Живу Где Выпускают Суперджек Ну Ну Я могу Извините Я вот Вам Однозначно Говорю Если Не Перейдем На Эту Систему Мы Будем Вот В Экстремальный Это Экстремальный Случай Понимаете Это Экстремальный Случай И Если Сама Для этого Нужно Учить Эту Геометрию Это Математика Это Основа Знаний А Геометрия Это Я Могу Его Тоже Прочитать Он С другой Позиции Это Все Вот С Этих Основ Знаний Которые Говорил Анатолий Павлович Это В Движении Все Вы Видите Меня Вот Если Я Двигаюсь Значит Вы Видите Глазами Сначала Я Большой Там Один Метр Потом Там Десять Сантиметров В Движении Я Могу Определить Все Что Угодно Вот Свои Размер Имея Два Технических Средства Просто Две Мои Проекции Могу Это Все Сделать И Никаких Я Еще Подчеркиваю Никаких Сложностей Нет Прямая Обратная Задача Решается Физики Любой Физики Решается Однозначно Ну Спасибо Наверное Или Есть Вопросы Еще Пожалуйста Так Значит Кто у нас тут Есть Следующий Пожалуйста Спасибо Большое Чухара Сана Есть Пожалуйста Можете Дочитать Выводы Про которые Я Забыл Про них Сказать Извините Подходите Субтитры Субтитры Субтитры